МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По гражданству и миграции УВД Гродненского облсполкома Грик Марьяна Славомировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Марьяна, с введением безвизового режима на территории Гродненского района, в частности, на территории всей республики, вырос поток иностранных туристов. По закону иностранные граждане, пребывающие в нашу страну, должны зарегистрироваться, то есть согласно миграционного законодательства. Где именно, в каких учреждениях они могут это сделать? Действительно, в соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан или без гражданства, иностранцы, которые пребывают на территории Республики Беларусь, обязаны зарегистрироваться на срок свыше пребывания пяти суток, если эти дни пребывания не относятся к выходным, к праздничным и установленным выходным дням президентом Республики Беларусь. То есть все, что касается свыше этого срока, иностранец обязан обратиться либо в орган внутренних дел по месту их временного пребывания, проживания, либо в тот орган, который является органом регистрации. Это могут быть гостиницы, это могут быть агроусадьбы, это могут быть санатории. Хостелы, например. Хостелы, да. Ну и иные организации, которые имеют именно право на осуществление такой административной процедуры. То есть те, кто принимает, принимающая сторона. На территории Гродинского района безвизовые туристы могут находиться до 10 дней. То есть если туристы прибывают через Минский аэропорт, там по законодательству это 30 дней, у нас же на территории Гродинского района это 10 дней. Но очень многие приезжают на 1 или 2 дня. Вот давайте еще раз конкретно проговорим. Вот эти прибывающие на 1, 2, 3 дня туристы, они обязаны регистрироваться или все-таки нет? На туристов, которые прибывают в рамках безвизового въезда, вот указан номер 8, про который вы сказали, через национальный аэропорт города Минска, либо в рамках Августовского канала, на них распространяется точно такая же обязанность, как и на обычных иностранцев. То есть пребывание до 5 суток без регистрации, свыше 5 суток пребывания на территории Беларуси, иностранец обязан зарегистрироваться, несмотря на то, что он приехал по безвизовому въезду. То есть визовый режим въезда, безвизовый режим въезда, до 5 дней. Регистрация не обязательно, свыше 5 дней обязательно регистрация в органах внутренних дел, либо, как мы уже говорили, это гостиница, это хостел, это санаторий, это либо то принимающее учреждение, которое принимает этого туриста. Абсолютно верно. А вообще с Нового года у нас есть некоторые изменения в этом законодательстве. В частности, с 1 января у нас введена возможность электронной регистрации приезжающих. Давайте, может быть, поподробнее об этом расскажем. Действительно, со 2 января органы внутренних дел имеют право и могут осуществлять регистрацию иностранца в электронном виде. Для этого иностранец должен из любого мобильного устройства, либо устройства, которое имеет доступ к интернету, зайти на портал электронных услуг и в рамках своей электронной почты создать там личный кабинет. И когда он это произведет, создав свой личный кабинет, он должен войти во вкладку «Доступные услуги», потом будет вкладка «Гражданство и эмиграция» и зарегистрировать свое заявление о регистрации как иностранца с указанием определенной административной услуги. У нее есть там номер, будет видно, когда будет человек заходить в интернет, он будет видеть, какой номер регистрации этой услуги. Заполняется, сразу высвечивается бланк заявления, иностранец заполняет все поля, которые обязательны для заполнения, нажимает на кнопочку, заявление отправляется в органы внутренних дел, и ему приходит подтверждение о регистрации. Может быть такое, что регистрация не осуществится, и иностранцу придет уведомление о невозможности регистрации именно в рамках электронной регистрации. Такое, как правило, распространяется на тех лиц, которые не пересекли границу Государственной Республики Беларусь, потому что портал электронных услуг по регистрации иностранцев привязан к пересечению нашей границы. То есть те, кто приехал с территории союзного государства, имеется в виду Российской Федерации, они не осуществят вот эту регистрацию в электронном виде. То, что фактически пересечения границы Республики Беларусь не было видно. И не будет, когда осуществляется сама регистрация, и вот это заявление, оно обрабатывается каким-то там образом, они не смогут связаться с банком данных пограничников и подтвердить пересечение границы в Республику Беларусь. Таким туристам нужно будет автоматически, лично обратиться. Либо обратиться в администрацию того учреждения, в которое они прибыли. Смотря куда они прибыли. Да, смотря куда они прибыли. Ну и следует обязательно сказать о том, что иностранные граждане, которые воспользуются правом электронной регистрации, они в соответствии с налоговым кодексом освобождаются от оплаты государственной пошлины, в отличие от тех иностранцев, которые будут регистрироваться непосредственно в органах внутренних дел. Ну и то есть, если, допустим, войти на этот портал, то там, наверное, все интуитивно понятно. Конечно. Это точно так же, как если мы с вами оплачиваем, например, государственную пошлину через ЕРИП. Там все доступно и все понятно. А вообще есть ли категории граждан, которым не обязательно проходить регистрацию? Вот мы уже говорили о том, что некоторым невозможно. А есть ли, скажем так, такие страны, либо такие профессии, либо, может быть, какие-то миссии, которым регистрироваться в подразделениях внутренних дел либо там в гостиницах, где они останавливаются, не обязательно? В соответствии с законодательством, опять-таки ссылка на закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь определена категорией иностранцев, которые не подлежат регистрации. Ну, как правило, то, что вы и говорили. Это главы государств, которые приезжают к нам в Республику Беларусь, главы делегаций или лиц, которые прибывают сюда по приглашению президента Республики Беларусь, которые приезжают по дипломатическим паспортам в Республику Беларусь, члены экипажей воздушных гражданских авиалиний или те, которые проходят железнодорожным транспортом, ну и также иностранцы, которые прибывают здесь до пяти суток, как и предусмотрено законодательством. У нас есть страны, которые имеют право пребывания на территории Республики Беларусь без регистрации больше, чем вот пять дней. Это, скажем, Российская Федерация, они до 90 суток имеют право находиться здесь без регистрации. Граждане Украины, Литвы и ряд других стран, которые освобождены от регистрации в определенный период. Но это в соответствии с соглашениями между странами и уже дополнительно по странам. А если, допустим, иностранца приглашает какая-то туристическая фирма, допустим, здесь у нас на территории Беларуси, он, иностранец, например, нашел какой-то интересующий его пакет услуг туристических, либо еще что-то. То есть он действует через эту туристическую фирму. Турфирма обязана оказывать ему услуги по регистрации его прибывшего туриста на территории Республики Беларусь, либо все-таки этим должны заниматься сами граждане, которые к нам прибывают. Вы говорите в целом про... И визы, и без визы. Ну, как правило, это те, которые приезжают к нам по безвизовому въезду в рамках Августовского канала, потому что такие иностранцы могут приехать к нам только после того, когда они купят тур у туристической фирмы, причем у туристических операторов, которые находятся на территории Республики Беларусь. И, следовательно, тот оператор или та турфирма, которая оформила, ну, скажем, приглашение этому иностранцу, она отвечает полностью за этого иностранного гражданина от его пересечения границы сюда до пересечения границы обратно. И, следовательно, именно они и занимаются, если в случае необходимости оформлением регистрации, ну, либо продления срока регистрации свыше пяти дней, если иностранец планировал здесь находиться, скажем, четыре дня, а ему по каким-то причинам понадобилось шесть либо семь дней. Этим занимается представитель турфирмы, но по нашему законодательству присутствие иностранного гражданина при регистрации обязательно в органе внутреннего дела. То есть в любом случае, даже если вот эта туристическая фирма, которая ему продала пакет услуг, его регистрирует, его же присутствие все равно обязательно при... Пока да. Ага. А если, например, человек приехал не по приглашению туристической фирмы, не в санаторий, а приехал, например, к каким-то друзьям и родственникам. Сейчас же, ну, скажем так, люди разъехались по всему миру, родственники у многих во втором, в третьем поколении, где-то там и в США, и в Бразилии, где их только нет. Либо есть же всякие, скажем так, электронные сервисы обмена жильем, приглашения. Вот я к тебе в Вену съезжу, погощу там пару дней, а ты ко мне приезжай, например, в Гродно. Такие тоже есть туристы. Каким образом они регистрируются? Ну, как правило, они приходят лично в органы внутренних дел. То есть они должны либо электронной регистрации, либо прийти самостоятельно в органы... Самостоятельно и заявить о месте проживания, в котором они будут находиться на время проживания здесь, в Республике Беларусь. А хозяин квартиры, к которой они приезжают, обязан присутствовать? Не обязан. Не обязательно. Сам только гражданин обязан прийти и вот сказать, я буду зарегистрирован. Как правило, хозяева квартир, либо лица, которые приглашают таких иностранцев в частном порядке, прибывают вместе с иностранным гражданином. Ну, во-первых, в целях для того, чтобы иностранцу было комфортно, а во-вторых, для того, чтобы, может быть, не вводение государственным языком нашим, в качестве переводчика выступают такие лица, которые приглашают. А какие документы нужны для регистрации? Если мы говорим как раз про временную регистрацию, которая вот на срок свыше пяти суток, там минимальный пакет документов, то есть у иностранца должен быть документ для въезда в Республику Беларусь, для пересечения границы, действительно, соответственно. Должна быть страховой полис на оказание медицинских услуг и оплата государственной пошлины. Опять-таки, говорю, это тогда, когда они обращаются лично в органы внутренних дел для регистрации. Если, например, иностранец приехал действительно к родственникам, и у него есть несколько возможностей остановиться, и он решил, чтобы никого не обидеться, остановиться сначала у одних родственников, потом переехать к другим родственникам. Нужно ли ему, вот, допустим, он пять дней пожил у одних людей и потом переезжает к другим, ему нужно регистрироваться повторно, говорить о том, что он меняет место жительства, либо достаточно вот этой первичной регистрации? По нашему законодательству иностранец имеет право проживать только по месту регистрации. Следовательно, если он покинул то место, где он зарегистрирован на пятые сутки и уехал, и будет проживать там в другом месте следующие пять суток, он обязан поставить орган внутренних дел об изменении адреса проживания. То есть ему опять нужно идти в органы внутренних дел, опять сполотить госпошлину, все то же самое. Ну, смотря на какой срок он приехал, если он указал о том, что он будет находиться, ну, скажем, в городе Гродно на территории Ленинского района с указанием конкретного адреса 15 дней, то при приезде в город Минск ему этот срок пребывания будет продлен, но изменен адрес проживания. Ага, ясно. А если, например, в Гродно с одной улицы он переехал на другую? Он обязан проживать по месту регистрации. То есть он переезжает к другим родственникам, он идет в органы внутренних дел? Если это свыше пяти суток, да. Да, и регистрируется уже по новому месту жительства. Вообще у нас же безвизовый режим существует уже более двух лет. И там у нас сроки были до пяти дней, сейчас уже до десяти дней. Если говорить про минувший 2018 год, есть ли какие-то цифры о том, сколько у нас было безвизовых туристов и были ли с их стороны нарушения миграционного законодательства? Да, у нас есть цифры. Мы отслеживаем прибытие таких иностранцев в рамках указа 462-го, вот в рамках августовского канала, который приезжает. За 2018 год к нам прибыло более 96 тысяч иностранцев. Количество стран, учитывая перечень, который ограничен указом президента, кто имеет право пересечь границу по безвизовому въезду, достаточно большой. У нас были и из Мавритании, и из Словакии, Европа практически вся. Но самый большой наплыв иностранцев у нас произошел из соседней Литвы. Более 26 тысяч. Ну, округлим, около 26 тысяч иностранцев. Следующее по количеству посещаемости – это граждане Республики Польша и дальше уже граждане Латвийской Республики. Вот. И, ну, как правило, все иностранцы пребывают на срок до 2-3 дней. Следовательно, успеть нарушить законодательство у них нет шансов, но это только если бы уже там что-то такое из ряда вон выходящее. И у нас были случаи, когда иностранные граждане пересекали государственную границу свыше срока уже установленного по безвизовому въезду и без регистрации. Но их не так много, поскольку за такие правонарушения отвечает та турфирма, которая их пригласила. И у нас были случаи в 2018 году привлечения к административной ответственности должностных лиц туристических организаций. Марьяна, спасибо за участие в программе. Напоминаю, это была программа «Тема в деталях». Сегодня мы говорили о регистрации иностранных граждан. Смотрите нас на телеканале «Беларусь-4», а также на сайте tvgronna.by. В студии работала Наталья Залезкая. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин